20.30 в Новосибирске области в прямом эфире канал ОТС. Информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Дорожным рабочим придется засучить рукава. Задача – расчистить грязные тротуары и ликвидировать ямы на проезжей части в городе Обь. Все-таки этот вопрос поставить очень остро, потому что я не вижу в Новосибирске области работы ДСАФ как таковой. Прокурорские проверки и кадровые перестановки в ДСАФ. Почему в обществе содействия армии и флоту работают парикмахеры? Здесь можно увидеть постановление о проведении лыжни или письмо товарищу Сталина от солдата, который потерял оба глаза и просил у вождя приобрести ему баян. Новосибирск в годы войны в регионе представили уникальное издание о том, как голодали, но выживали и как товарищ Сталин помог сибирику-инвалиду. Сейчас об этих и других событиях подробно. Неделя на обустройство переходов под Транссибом, две недели на очистку ливневой канализации. Сегодня глава региона Андрей Травников определил жесткие сроки коммунальщикам города Обь. Активная застройка изменила гидрологические условия. Подземные переходы под автодорогой улицы Станционная, она же трасса К-24. Два из трех пешеходных тоннелей затоплены. В качестве островка безопасности деревянные поддоны, где даже два человека не разойдутся. Мы тратим большие деньги на обустройство уличной дорожной сети. Строим тротуары, это здорово, конечно, да? Но, я так понимаю, это основной пешеходный маршрут, один из основных пешеходных маршрутов. Здесь люди из обеих постоянно ходят на остановку. И мы почему-то не определили это приоритетным вопросом, приоритетные проблемы. Мы не нашли решения. Решение надо восстанавливать для него. Пять лет назад надо было восстановить, если, как говорите, пять лет назад уже топит. Обследование-то было в 2016 году выполнено. Вот пойдемте, попробуем дойти. Информацию о недовольстве обчан пешеходной зоной под автотрассой Андрей Травников получил из интернета. Сегодня увидел своими глазами. Жалобы обоснованы. На приведение подземных переходов в порядок глава региона дал две недели. Цель – приподнять пешеходную зону, прочистить каналы водоотведения. Сделать возможность нормально проходить, на колясках проезжать, чтобы съезды, спуски были нормальные. И выглядело это как не времянка какая-то, потому что, судя по всему, эта проблема быстро не уйдет. У меняется в виду повышение уровня воды. Значит, соответственно, это не времянка, а это какое-то постоянное решение. Более глобальная задача – снизить уровень грунтовых вод. Соответствующий проект обойдется бюджету в 50 миллионов рублей. Претензии и к состоянию газонов. Везде много мусора. На субботнике дочищают обычно. А до дня субботника дорожники стараются привести в порядок основные территории. Чтобы люди на субботник не включили мусор, а вышли, а вышли дочистить территорию, где живут. Чтобы не воспринималось, что... Ну, это не по нации субботники. Что спорите-то? Я не спорю. Я просто говорю о том, что сейчас подвянет земля. И все. Дорожники уже занимаются. Я сегодня приехал. Я сегодня приехал. Хорошо. Я не ждал, когда земля подвянет. Побывал глава области и на строящейся школе в микрорайоне Геодезия. Общее образовательное учреждение рассчитано на 825 мест. В здании современные классы, в том числе для уроков труда. Огромные актовые и спортивные залы. И 25-метровый бассейн. Оборудование обошлось в 50 миллионов рублей. А общая стоимость объекта 700 с лишним миллионов. Теперь главное закончить работу в срок. Местные жители сегодня тоже могли задать вопросы главе региона. Андрей Травников, исходя из спрос людей, корректировал маршрут. Кроме того, руководитель области побывал в детской поликлинике. С декабря 2017 года это медучреждение включено в приоритетный проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Там оптимизировали работу регистратуры, организовали кабинет здорового ребенка и открыли ЭКГ-диагностику. В Обской центральной больнице обозначили главную проблему – нехватку кадров. Однако в этом году медучреждение вошло в программу «Земский доктор», что позволит заинтересовать молодых специалистов и привлечь профессионалов. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС. Полмиллиарда рублей из областного бюджета должны получить сельхозпредприятия региона в ближайшие дни. Решение о дополнительной господдержке агрария в к началу посевной приняли из-за ситуации на рынке – падает цена на зерно. Россия уже потеряла больше 120 миллиардов рублей, 2 миллиарда 400 миллионов – потери нашего региона. Дополнительные средства из казны распределят равномерно между всеми районами области. Принцип, который был предложен комитетом на своем заседании, он был поддержан правительством. Возникали вопросы по оценке регулирующего воздействия, но правительство с Министерством юстиции нашли решение этого вопроса. И на следующей неделе эти деньги будут доведены до предприятий. Сегодня в Новосибирске представили уникальное издание – книгу постановлений Горсовета в период Великой Отечественной войны. 236 страниц, каждая из которых – отдельная веха в истории. Мой коллега Сергей Толмачев подробно изучил несколько писем и документов того времени. Школьный табель 1942 года написан на обычной тетрадке в клетку, других не было. Причина отсутствия детей от 8 до 11 лет – нехватка одежды и обуви. У тех, кто постарше, от 12 до 15, причина более уважительная – работает в предприятии. Таких 18 человек на один класс. А в каждом классе по 60. И занятия в три смены. Население города в 41-м вырастает наполовину. Не хватает дров и разрешают перить деревья в парках. И обрезки с лесопилок обязательно сдают в гортоп. Не хватает машин и на улицах запряженные в повозке коровы. Чистую бумагу отвозят на склады до лучших времен. Постановление гурсовета пишут на кальках и кусках картонных коробок. Не хватает еды и горожан направляют на заготовку грибов и ягод. Мясо для блокадников, которых массово эвакуируют в Сибирь. Они нас, в общем-то, на руках выносили. Причем была телега и славная Александра Павловна, которая была директором дома малютки, она врач. И ей сказали, чтобы взяли эти коробочки. Почему? Потому что дети очень многие были немощные и они сидеть не могли. И поэтому их укладывали в эти коробки. По трамвайным рельсам едут лагуны со станками. Десятки заводов перевозят за Урал. Не только снаряды и танки. Даже производство по восстановлению перегоревших лампочек. Все для победы. Зима была очень лютая. Как размещали этих людей, как оборудование, как на открытом воздухе, на морозе работали станки, выпускали продукцию. И в то же время заботились и начиная от детей, с детских садов. Открывали ясли, принимали решение открытия школ, занятия в школах. Одни школы закрывались на месте, в этих школах открывались госпитали по лечению раненых. В этой книге не только документы, но и письма. Жизнь продолжается и во время войны. Красноармеец Федор Иванович Стрельников потерял на фронте оба глаза. Но руки целы и слух абсолютный. Пишет в Кремль, вождю, помогите купить баян. Буду поднимать боевой дух тружеников тыла. Хотел на баяне исполнять какие-то мелодии. Ну и, соответственно, еще и на жизнь себе зарабатывать. Товарищ Сталин помог? Да, товарищ Сталин помог. И распоряжение спустилось до горосполкома. До местной власти. И ему приобрели баян. На каждой странице книги решение, которое меняло жизнь горожан. Можно узнать, когда кинотеатр «Юнгштурм» переименовали в «Пионер». Что переправа через понтонный мост на телеге стоила 2 рубля, а на автомобиле – 3. Какое наказание грозило за распил парковой скамейки на дрова? И что обсуждали в ежедневной радиопередаче? В городском архиве говорят, материалов хватит еще на несколько изданий. Вахта памяти продолжается. Сергей Толмачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. Новосибирские авиаконструкторы получили заказ на 200 самолетов ТВС-2ДТС. По словам специалистов, конкурентов у этой сибирской разработки в мире нет. Теперь наладит ее серийное производство. По сравнению с прототипом Ан-2 новая модель мощнее. Здесь турбовинтовой двигатель. Легче. Самолет собрали из композитных материалов. И экономичней. Заправляют его керосином, а не бензином, как старую модель. А еще правнук всем известного кукурузника может летать на расстояние дальше 3000 километров без посадки. А также перевозить грузы. Сейчас новосибирские конструкторы дорабатывают последние детали. В планах с 2021 года запустить серийное производство. Основной площадкой станет авиационный завод Улан-Удэ. К новому сибирскому кукурузнику. Большой интерес во всем мире. В Якутии мы выполняли полет. Летали с пилотами гражданской авиации. Самолет понравился. И планируется на базе якутской авиакомпании полярной линии создание основной ведущей авиакомпании, которая будет эксплуатировать данный тип самолетов. Порядка шести самолетов монгольская авиакомпания заказывала. К самолету проявляется очень высокий интерес. У нас есть и от различных южных стран предложение от 50 до 80 летательных аппаратов. Общественники обнаружили ряд нарушений на гусинобродской свалке. На полигон привозят 2 миллиона тонн отходов в год, а он не соответствует федеральным нормативам. Камазы разбивают грунт, а ветер разносит мусор по округе. Моя коллега Мария Черешнева о том, в каком состоянии сегодня находится крупнейшая городская свалка. Мусорный полигон с гусинобродским шоссе, площадь 50 гектаров, именно сюда свозят больше половины всех городских отходов. Назвать этот сложный во всех отношениях объект свалкой некорректно, но и понятие полигон здесь не совсем уместно. Получается нечто среднее, ведь свалка, как правило, стихийна, а полигон – это инженерное сооружение с защитой грунтовых вод, за высокими заборами и совершенно не вредящей экологии. Гусинобродская площадка под все эти параметры пока не подходит. Жители окрестных домов регулярно жалуются на неприятный запах, на то, что ветер разносит мусор по округе. Сегодня общественники лично убедились, закрывать полигон, конечно, нельзя, но и оставлять в таком виде тоже. В настоящий момент альтернатив нет, есть только одна альтернатива – начать работать по правилам. Вот это, наверное, первый этап. Поэтому будем смотреть на это с конструктивной точки зрения. Можно, конечно, и попытки такие были, но, с другой стороны, город производит большое количество отходов, с ними надо работать, просто надо работать в рамках законодательства. За полвека существования на гусинобродской свалке мало что поменялось. Денег нет, перемены происходят постепенно. Недавно усилили охрану, поставили шлагбаумы, работает система видеофиксации, планируют менять технологию учета объемов мусора. Сейчас уже отыграли мы конкурс на установку весов. Планируем, что через два месяца работа на обоих полигонах пойдет по весам. И, соответственно, все вот эти разговоры, сколько у нас мусора, они исчезнут, потому что мы просто будем работать по весам. Да, эту работу надо было начинать раньше, но в любом случае ее надо делать. Мы ее начали в прошлом году. Но этого мало. Нужно рекультивировать почву, прокладывать нормальную дорогу, пока тяжелые КАМАЗы буксуют в весенней грязи, усиливать санитарную защиту. Сегодня полигон находится в границах города. Муниципалитет уже утвердил план перевода участка за их пределы, чтобы можно было пересмотреть тарифы. Это необходимая мера. То есть, если мы останемся, как на сегодняшний день, то мы просто его должны будем закрыть, и мы столкнемся с другой большой проблемой. Куда поедут 2 миллиона тонн отходов, соответственно, из города. Мы столкнемся с большой проблемой, да, можно сказать, даже с чрезвычайной ситуацией. В Новосибирской области уже создали территориальную схему обращения с отходами. И это совсем другие технологии. Не складирование, как это пока делают здесь, а сортировки и переработки. Мария Черешнева, Александр Егоров, Новости ОТС. Это Новости ОТС, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. Для тех, кто соревнуется в поварском искусстве, вопрос об успехе не теоретичен, а вполне материален. Успех есть, и его можно поесть. Для меня мои ученики – это прежде всего друзья, с которыми я до сих пор сейчас вместе нахожусь. Великая русская актриса у вас здесь работает в Новосибирске. И ежели ее увидит Москва, ее просто перетянут к себе. Поверьте, а ежели Голливуд, то и в Голливуд на улице. Это правда. 21 апреля, 19.00. Дом ученых, Академгородка. Легендарный белорусский государственный ансамбль «Писнеры». Легендарные хиты и новые песни «Живой звук». Жители села Жеребцова Новосибирского района оказались отрезаны от большой земли. Единственная дорога, по которой ходит общественный транспорт, превратилась в сплошное месиво. Экстренные службы отказываются приезжать в населенный пункт, потому что техника в буквальном смысле тонет в грязи. Не могут проехать ни скорой, ни пожарные машины. До школы, которая расположена на центральной улице, детям можно пройти только в резиновых сапогах. Обращения к местным чиновникам успехом не увенчались. Жители зафиксировали проблемы на камеры мобильного телефона и выложили в интернет. Вот дороги. Сегодня снегом еще приморал. Скажите, как я здесь должен проезжать? Как мои дети должны ходить в школу? Вдобавок к Жеребцову уже несколько дней нет воды. Колонки не работают. Муниципалитет подвоз воды не организовал. На месте происшествия работают журналисты нашей редакции. Подробности расскажем уже завтра. Тем временем комиссия из Москвы выявила ряд серьезных нарушений финансово-хозяйственной деятельности Новосибирского регионального отделения добровольного общества содействия армии авиации флоту России. Прокуратура начала проверку. О новости ОТС уже получили официальное подтверждение в региональном совете ДСАФ о кадровых перестановках. Рассказывает Александр Куршев. Так часто и много работу регионального отделения добровольного общества содействия армии авиации флоту России не критиковали еще никогда. Тон задали депутаты законодательного собрания. Все-таки этот вопрос поставить очень остро, потому что я не вижу в Новосибирске области работы ДСАФ как таковой. Затем федеральная проверка, которую лично возглавил генерал-полковник Александр Калмаков, председатель ДСАФ России. В документе сказано, выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения, в частности, из Китимской технической школы, где сотрудники с 2014 года не получали зарплату. Коллектив винит нынешнего директора Сергея Ткаченко. С сентября 2014 года зарплата в школе ДСАФ, из Китимской школе ДСАФ не выплачивается. Не выплачивается. У каждого, у многих по-разному. Задолженности есть и в 180 тысяч, и в 200 тысяч, и в 50, и в 20. Но лично мне последняя выплата была в декабре месяце 2016 года. Сейчас руководством школы занимаются следователи. Изъята бухгалтерия. Об этом сообщил бывший председатель регионального отделения ДСАФ России Владимир Егоркин. Он теперь отвечает за весь Сибирский округ. На его место назначен Виталий Шадрин. Он ранее курировал местную организацию «Союза десантников». Сейчас я знакомлюсь, принимаю дела. Организация работает в прежнем режиме. Мы работаем вместе, плотно с Владимиром Петровичем. Работы действительно много. В первую очередь над ошибками. К примеру, от автошколы Кировского спортивного клуба сегодня осталось одно название. Новую технику давно не покупали. Старая разваливается из-за отсутствия запчастей. «Написано письмо губернатору. В принципе, рассмотрено. Рассмотрено, я думаю, решение будет принято положительное. О выделении средств на закупку для детей, именно для ДСАФ, именно вот этих вот автомобилей, мотоциклов для детей. А сколько по проследине области? Ну, сумма солидная для нас. Для области, может, маленькая. Там у меня аэроклуб еще завязан на парашюты, чтобы можно было со школьниками проводить». Цены вопроса журналистам УТС не озвучили. Но планы нового руководства грандиозные. Сделать на базе Кировского отделения ДСАФ комплекс по военно-патриотическому воспитанию. Готовить будущих подводников, десантников, радистов, моряков. «Надо обратить внимание, что есть много общественных организаций, которые занимаются военно-патриотической работой. А координировать, кто бы этим занялся, требуется какая-то координация этой работы. Ее нет». «То есть каждый варится в своем соку?» «Каждый варится в своем соку». В здании, где находится руководство регионального ДСАФ, откуда должны руководить военно-патриотической работой в области, сегодня открыты парикмахерская и офис ритуальных услуг. Есть еще знаменитый музей имени маршала Покрышкина. Но в нем очень холодно, поэтому детей сюда давно не приводят, сообщил охранник учреждения. Александр Куршев, Евгений Агеев. Новости ОТС. По другим темам. В Новосибирске проходит второй отборочный чемпионат. Молодые профессионалы WorldSkills Russia. Будущие специалисты соревнуются в самых разных компетенциях. От поварского искусства до знаний экономической теории. Соревнования поваров не уступают по накалу олимпийским баталиям. За пять часов у плиты надо выдать четыре вида блюд в нескольких экземплярах. И все это под пристальным взглядом судей. Их больше участников. Повара даже не могут давать интервью. В другом помещении соревнуются мастера ресторанного сервиса, администрирование отелей, предприниматели и компьютерные гении с программным обеспечением для бизнеса. Площадкой для таких поединков уже второй раз стал Сибирский университет потребительской кооперации. Всего у нас работает порядка 15 команд. Что касается национального конкурса WorldSkills, вообще это чаще всего не командная работа, кроме предпринимательства. А это индивидуальная работа. Это там, где как раз обучающиеся могут себя показать, свои компетенции. Изюминка соревнований WorldSkills среди студентов в том, что будущие специалисты с высшим образованием по большей части показывают навыки в рабочих профессиях. Анастасия Жиховская выступает как администратор отеля. Отвечает на звонки потенциальных постояльцев. Подготовка идет. Все-таки разные ситуации у нас обыгрываются. Поэтому, если ты хочешь продолжать работать в дальнейшем в этой сфере, то все-таки, конечно, опыт хороший. Не отвергать любой опыт – это один из посылов дискуссии, которая развернута параллельно с соревнованиями студентов. Известные люди, чиновники, бизнесмены, менеджеры рассказывают о достижении цели, успехе и лидерстве. Заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова говорит, что опыт преподавателя считает бесценным даже для карьеры управленца. Я курирую такие сферы, как высшая школа, наука и инновационная политика. И, в общем, то, что я знаю, как работает университет, изнутри, от преподавателя до, например, до проректора, мне в моей работе помогает. Именно это. Олег Бехтерев имеет медицинскую фамилию и родословную, но выбрал экономику. Ему ближе математика, чем химия. Кроме того, в сфере финансов всегда высокая конкуренция, в условиях которой Олег чувствует себя уверенно. Главное – трезво оценивать свои силы. Нужно критически оценивать и свои собственные силы. Безусловно, амбиции – это хорошо, и просчитывание своего пути – это прекрасно. После такой прекрасной дискуссии студентам только и остается применить советы. А участникам отборочного чемпионата дождаться результатов. Победители поедут на финал. В прошлом году он был в Москве. К слову, второе место тогда в номинации «Ресторанный сервис» занял тоже выпускник Сибирского университета потребительской кооперации. Школа рабочих профессий – это очень такой успешный проект в нашем университете, когда студенты любой специальности и направления, обучаясь в университете, могут параллельно получить и рабочую профессию. Да и хороший повар лучше плохого инженера или менеджера. Давняя истина. А так как речь идет о молодых людях, может быть, новые знания и умения радикально изменят их жизненный путь. Кто знает? Константин Клещин, Александр Ведерников, Новости ОТС. В центре Куйбышева построят православный храм на улице Краскома, где сейчас сквер. Местная епархия восстановит Спасский собор. Об этом сегодня заявил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев. В 1938 году большевики стерли религиозное сооружение с лица земли. Загласно архивным документам, возводили храм с 1787 по 1804 годы. Денег не хватало. Финансовую помощь оказывал мещанин Куишловский, крестьянин Кожевников и псаломщик Ложков. Церковь была трехпрестольной, каменной. Для того, чтобы эти работы обеспечить, археологи научно-производственного центра совместно с Институтом археологии и этнографии планируют провести обследование останков фундамента, захоронение священников на территории частной современной сквера имени Куйбышева. С тем, чтобы выявить исторические данные, получить возможность для дальнейшего установления Спасского собора на его историческом месте, на Соборной площади. В Новосибирске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». На кону возможность представлять свой регион в Москве. Финал конкурса осенью. За стартом педагогической борьбы наблюдала Елена Мершниченко. 39 участников из Новосибирска и области. Они уже стали победителями муниципального этапа. Теперь поборются за звание лучшего в регионе. Здесь и учителя-предметники, и педагоги начальных классов. С многолетним стажем и те, кто пришел в профессию недавно. Владимир Рыбалка из Чистоозерного района. Учит детей информатики три года, но уже выработал свои фишки и свой подход. Уверен, чтобы дети лучше усваивали материал, нужно общаться с ними на равных. Если работать, мне кажется, на одной ноте, если не выше ученика, допустим, себя позиционировать, то результата будет намного больше. В своей практике я это прослеживаю и вижу неоднократно. Для меня мои ученики – это прежде всего друзья, с которыми я до сих пор сейчас вместе нахожусь. Пять дней педагоги будут проходить конкурсные испытания. Открытый урок в незнакомом классе, методические семинары, мастер-классы. Важен не столько соревновательный процесс, сколько обмен опытом, чтобы уровень образования в стране становился выше. Это главная задача конкурса. В Новосибирской области создана ассоциация участников конкурсов педагогических. Ведут очень активную деятельность в системе образования, связанную с работой с молодыми учителями, в образовательных организациях бывают, взаимодействуют с органами управления образования, профсоюзными организациями. В этом году конкурс «Учитель года» юбилейный. Лучших педагогов выбирают уже 25 лет подряд. Итоги этого регионального этапа подведут в пятницу. Победитель будет представлять Новосибирскую область на федеральном уровне. Финал пройдет осенью, в канун праздника – День учителя. Елена Мирошниченко, Алексей Погодин, Новости ОТС. Продолжаем выпуск о том, какими были самые первые технологии забора крови и как ее переливали в начале прошлого века. А теперь можно узнать в метро. В подземке начал курсировать вагон-музей в честь 80-летия областной службы крови и Дня донора, который отметят 20 апреля. Фотограф Алексей Игнатович первый раз донором стал еще в 80-х, на Чукотке, в Советской армии. Кровь была необходима боевому товарищу. Потом уже в гражданской жизни такая помощь регулярно требовалась родственникам и друзьям. Его первое положительное подходит всем и уже много лет сдает дважды в год. В середине ноября – обязательно. Просто в день рождения все дарят мне подарки, а мне как-то захотелось выпендриться и сделать подарок родному городу. И тоже много лет уже сдаю кровь в свой день рождения. Машинист электропоезда музея Дмитрий Старосельский говорит, кровь пока ни разу не сдавал, но планирует. Говорит, в его работе ответственность постоянная. Но отправить именно этот поезд в рейс – честь особая. В поезде можно прочитать и современные факты. Например, о том, что 40 тысяч кадровых доноров есть в регионе и почти 11 тысяч почетных доноров России. Есть также и исторические факты. Например, о том, что в годы Великой Отечественной войны наша станция переливания крови обеспечивала госпитали военные. Ну и также о том, что наши доноры собрали деньги на строительство военного самолета. Объясняют, вместить все достижения и историю подробно задачи не стояло. Главное – сказать спасибо донорам и заинтересовать людей. Такой формы пропаганды в нашей стране еще не было. Новосибирский клинический центр крови многое делает первым в России. Даже объемы, которые удалось заготовить за 80 лет, посчитать невозможно. Если вот как сейчас, допустим, это 40 тонн компонентов крови, ну я не знаю, можно ли так, будет ли это логично. 40, может, на 80, конечно, нет, потому что вначале заготавливали меньше. Во время Великой Отечественной войны у нас же здесь работали в госпитале, поэтому здесь было больше. Но цифра, я думаю, колоссальная будет. Внушительных цифр немало. Так, в прошлом году в службу крови области пришли больше 32 тысяч человек. В регионе 76 династий. Средний возраст доноров – 35 лет, тогда как в мире – 55. Слово «донор» – это вообще дарить. И действительно на территории региона в течение этих 80 лет сложилась уникальная служба крови. Сегодня клинический центр крови Новосибирской области – это действительно одно из лучших учреждений Российской Федерации по медицине. Вагон-музей в честь доноров приурочили к юбилею центра крови. Впереди акция на площади Ленина. Сдать кровь в мобильном пункте можно будет 3 мая. Наталья Цопин, Алексей Погодин. Новость ОТС. Сегодня Всемирный день гемофилии. Царская болезнь и неизлечимое генетическое заболевание. О том, как облегчить жизнь пациентам с таким диагнозом – в нашем следующем сюжете. Никаких активных видов спорта и резких движений. Ничего тяжелее трехлитровой банки не поднимать. Ограничения у Антона Йенина с самого детства. Диагноз установили, когда ему было чуть больше года. Грудничку уже все же на руках тискают. Дядь и тетя. Но вот однажды просто случайно заметили, что небольшую гематому на внутренней стороне плеча. Чего, в принципе, у маленьких детей гематом подкожно быть не должно. Преусловие, конечно, никаких сильных воздействий не было. Тут ни с того, ни с сего гематома. Повезли в больницу, кровь взяли, как говорится, с пятки. А она не останавливается. Вспоминает, раньше с лекарствами были сложности. Теперь появились эффективные концентраты. Их выдают за счет государства по программе «Семи высокозатратных нозологий». Антон вводит препараты три раза в неделю. Иногда требуется помощь процедурной медсестры. Но чаще справляется сам. У него есть медицинское образование. Впрочем, всех больных гемофилией обучают выполнять инъекции самостоятельно. В Новосибирской области около 150 пациентов с этим диагнозом. У нас каждый год рождаются ребятишки, больные гемофилией. А живут пациенты с гемофилией сейчас столько же, сколько и мужчины в среднем. Два моих последних пациента с гемофилией, которые умерли. Одному из них было 76 лет, второму 70. По каким признакам можно понять, что у новорожденного гемофилия? И бывают ли женщины с таким диагнозом? Расскажем в воскресенье 22 апреля в программе «Про здоровье». Андрей Баев, Наталья Цопина, Борис Гладких, Новости ОТС. И о новостях культуры. Крупье казино Рурлеттенбурга принимает ставки на сцене театра «Глобус». Для спектакля по роману Достоевского «Игрок» драматическим актерам пришлось учить не только немецкий и французский языки, но и освоить правила игры в Бакару и Вист. За театральными страстями в игорном доме наблюдали мои коллеги. Сейчас вас открывает, вы не можете в этом, что вы не хотите, если вы не хотите. Чтобы свободно заговорить по-французски, английски и немецки, актерам театра «Глобус» понадобилось три месяца. Светские беседы джентльмеров 19 века не удалось бы воссоздать без должного произношения акцента. Думаю, ну вот, сейчас все это, все само получится. Нет, само не получалось. Оказалось, это трудно, но чем ближе к премьере, тем увереннее все это вспоминалось. И теперь это уже мой собственный текст, поэтому я и думаю по-французски, и говорю по-французски. Любовь к труппе театра заставила режиссера Ирину Кирученко вернуться в Новосибирск. Ранее она уже работала в театре «Глобус» над спектаклем «Первая любовь». Там в главной роли также сыграла актриса Екатерина Аникина. Великая русская актриса у вас здесь работает в Новосибирске. И ежели ее увидит Москва, ее просто перетянут к себе, поверьте. А ежели Голливуд, то и в Голливуд она увидит. Это правда. Я могу говорить только о труппе, потому что, конечно же, это удивительные люди. Здесь так, они такие сердечные, они такие чистые, такие смелые. Я бы даже сказала, отчаянно смелые. Всегда радует, когда ты вкладываешься, и это вдруг вырастает. На самом деле, мне кажется, получилось интересно. Необычно. Получился такой необычный Достоевский. А современно. Постельные тона гостиной генерала из первой сцены сменяются на кроваво-красные. Яркий свет, шикарные костюмы и крики ставок больше нет. Вот пленительная атмосфера казино. Сюжет всемирно известного романа не нуждается в пояснении. Это история о любви к азарту, готовности рисковать и потерять все. Екатерина Киселева, Сергей Жданов. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня. 17 апреля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Новости ОТС Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира Делать управление на улице с каждым днем. Депутаты Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру Здравствуйте. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»